Встали грудью на защиту преподавателя. Ученики и родительский комитет гимназии номер 32 в Иванове протестуют против решения о снятии с должности нынешнего директора школы Сергея Рябкова. Писали в администрацию, писали губернатору. Но причину смены руководства в гимназии им так и не озвучили. В среду утром активисты пришли к воротам школы, чтобы собрать подписи в поддержку преподавателя. Первый раз о том, что грядут перестановки, сам Сергей Рябков рассказал на общешкольном родительском собрании в начале года. Так он сказал, что вроде вот надо, чтобы дети хорошо сдавали экзамены, подготовились, а то вот в этом году плохо сдали, там вот два человека неудачно не удалось им взять экзамены. Из-за этого директора чуть не сняли с работы. Ну мы так люди, ну а за что снимать? Это же родители не решают родительских прав за то, что их дети не сдали экзамены. Родительских прав не лишают, а вот директорского кресла, видимо, запросто. Возмущенные ивановцы решили действовать. Семьи многих из них из поколения в поколение заканчивали 32-ю гимназию, но с таким произволом в отношении руководящего состава, по их словам, сталкиваются впервые. Я тоже училась в этой школе, учился мой отец, мой дедушка, сейчас учится мой ребенок. Застала я нескольких директоров. Самый замечательный, конечно, директор, которому висит доска мемориальная у нас в фойе, это Петухова Татьяна Борисовна. И, в принципе, сравнится с ней, конечно, только Сергей Сергеевич. Правоохранительным органам такая инициатива оказалась не по душе. Родительское собрание они приняли за несанкционированный митинг. Попытки разогнать толпу успехом не увенчались. Беседы о нравственности и морали ни к чему не привели. Беспомощность полицейских вызывала у собравшихся только улыбку. Вы мешаете проходу граждан еще раз. Я и так с вами стою, понимаете? Так нельзя делать. Информации у родителей нет фактически никакой, поэтому остается строить версии. Одна из них – это, может быть, с кем-то он не поделился городским бюджетом, который был выделен на школу, а именно все деньги вложил в реконструкцию многих вещей в школе. Но я считаю, что здесь просто после выборов какие-то, может быть, изменения, поэтому кто-то кого-то по знакомству устраивает директора. Ученики тоже не остались в стороне. Девятиклассники Артем и Никита об увольнении Рябкова узнали из средств массовой информации. Директора отпускать не хотят. Говорят, при Сергея Сергеевича школа стала гораздо лучше. В первые же дни у нас появились в туалетах мыло хотя бы новое, то есть уже починили двери, починили туалеты. В этот год, в летом он восстановил, то есть тоже так же установил туалеты, холл восстановил, также перекрасил все стены почти в разные цвета. То есть школу он улучшил капитально. Он много чего делает, улучшая школу. И вот у нас был субботник в школе, мы красили окна. И когда я уходил домой, я видел, как он красил. То есть он поддерживает нас и делает все вместе с нами. Подписи собирают на нескольких документах. В письме губернатору, заявке в прокуратуру, на обращение к Алексею Хохлову. Два письма отправят в Москву, Павлу Астахову и в приемную президента. Выпускники гимназии подписывают свое заявление. Собравшиеся не понимают, зачем нужен другой директор, если нынешний всех во всем устраивает. Непонятное решение, когда нашего директора заставляют написать заявление об увольнении. Чем это мотивируется, совершенно непонятно. Все это делается уже в начале учебного года и полезного. Одна нервозная обстановка и совершенно никакого конструктивизма. И самое главное, непонятно, чем это все обосновывают. Он пришел на родительские собрания в каждый класс, узнал все нужды. И человек хочет помогать. То есть к нему можно обратиться с любой просьбой. И он хочет помочь, и он будет помогать. Поэтому нам действительно очень непонятно вот эта вот ситуация. В администрации города на камеру комментировать ситуацию отказались. На наш запрос о причинах смены руководства в 32-й гимназии прислали письменный ответ. Исходя из документа следует, что снятие с должности Рябкова стало следствием низкого уровня подготовки по математике, непреодоление минимального порога по предмету на ЕГЭ двумя учащимися и завершение ими образования без аттестатов о среднем образовании. Получается, что любая другая школа города, где двое учеников не справились с ЕГЭ, также должна быть подвергнута кадровой перестановке. Но под удар попал именно Рябков. Кроме того, последние два года по наивысшему среднему баллу гимназия, как школа повышенного статуса, не вошла в десятку школ города, как это было в 2013 году. И все же, несмотря ни на что, Сергея Рябкова из гимназии не увольняют. Ему предложено остаться в школе, правда теперь в должности заместителя. Пока еще действующий директор на контакт с прессой не идет, поэтому согласен ли он на такую рокировку, неизвестно. А вот кто сменит его на посту, уже не секрет. По слухам, место займет Марина Князева, на настоящий момент заместитель директора департамента образования. Более того, якобы есть готовый приказ о назначении чиновницы на эту должность 16 октября 2015 года. Полина Понасицкая, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.